А перед началом ролика хотел бы вам посвятить очень классный канал, называется Онреал. Это канал Влада Реала, это очень крутой пацанчик, который играет на первом сервере Мазинху Реплей, где играю в принципе я. У него очень прикольные видосы, классный контент, поэтому всем советую подписаться на мой канал. Ссылочка на мой канал будет в описании. Также у него на канале проходит конкурс на 2 миллиона 500 тысяч, поэтому кто хочет поднять денег, можете участвовать в его конкурсе. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Амазинху Реплей. Сегодня будет, пацаны, очень интересное видео, прям очень интересное. Я советую вам это видео посмотреть от начала до конца, потому что, я думаю, такого еще никто не делал, поэтому я надеюсь на ваш лайк и на вашу подписку на канал. Давайте, наконец-то, добьем 19 тысяч подписчиков, и я сделаю для вас очень классный конкурс, поэтому нетесь, возьмите, подпишитесь на канал и поставьте лайк на это видео. Итак, а у тебя есть голосовый чат, Ваня? Так, а ну подождите, давайте послушаем. А ну скажи что-то. Ну ты понял вообще, чем мы будем заниматься с тобой сегодня? Короче, для тех, кто не понял, я, получается, дам ему свой магнум, но я его передавать не буду, я просто ему дам магнум руль. То есть, я буду брать рейсы, а он будет на нем ездить, и все деньги, которые он заработает за час, он заберет себе, получается. Вот магнум, давай, я сейчас доеду до заправки, потом ты уже будешь. Получается, я сейчас заправлю ему магнум, положу все свои деньги в банк, ну, либо в банкомат, в принципе, без разницы, чтобы у меня не было вообще денег. Но ты себя сегодня почувствуешь в роли меня, потому что у тебя будет магнум, и у тебя будет, грубо говоря, сотый скилл, потому что рейсы я буду брать свои, и ты будешь, как бы, катать просто. И все деньги, которые ты накатаешь за час, ты заберешь себе, я тебе их передам. То есть, сегодня он реально себя почувствует настоящим дальнобойщиком, бажором. Сейчас я тебе заправлю, деньги положу, чтобы мы знали точно, сколько ты заработаешь, и будем начинать, в принципе. Сейчас я, короче, специально положу деньги, чтобы мы знали точно, сколько он заработает. Мне самому даже интересно, сколько он за час заработает. Да, конечно, я его буду замедлять, потому что мне придется выходить, садиться за руль, как бы, брать рейс, потом садиться вон. Короче, все будет сложно, но надеюсь, что все у нас, как бы, получится. Так, давайте положить деньги, 617 289, выложим на банк, и все, в принципе. Теперь можем спокойно давать ему руль, засекать время, 1 час у него будет. Чтобы, как бы, проявить себя, заработать деньги. Так, все, можешь прыгать за руль, в принципе. Так, все, он сейчас будет прыгать за руль, у него тоже дробаш есть, как и у меня. Вот видно сразу, что мой подписчик, реально. Пацаны, я надеюсь на ваши лайки уже, на ваши подписки, потому что такого еще никто не делал, понимаете. Ну, мало того, что пацан будет катать на моем легендарном магнуме, потому что я на нем прокатал уже 172000, и он будет еще пользоваться моим скиллом, понимаете. Смотри рейсы, выбирай рейс, который ты хочешь, до сотого скилла. Так, и надо, чтобы я за руль сел, в принципе, чтобы я мог этот рейс взять. Я буду прицеп брать, потом уже ты будешь садиться, потому что прицеп не профукать. 0.9.17, то есть 10.17 мы должны будем закончить. Так, берем, получается, пишем слэждально, список, порт и сотый скилл, да, он говорит. Литкарина. Хорошо, сейчас мы доедем. Конечно, хреново то, что магнум задним ходом плохо едет, но так в целом, я думаю, будет очень интересное видео. Конечно, я не буду всю дорогу показывать, все время показывать, типа час я не буду. Так, все, прыгать теперь за руль. Бля, пацаны, я честно рад такое видео записать. Я просто с утра зашел, такой рейс и катаю, и мне резко эта идея в голову приходит. На легенде, на легенде едешь чисто. Мало того, что он сейчас будет катать на моем магнуме, он еще заработает себе, ну, 1500, я думаю, он заработает. Тем более, сейчас утро, рейсов много хороших, мало людей катает. Так, давайте, может, его погромче сделаем. Вот реально, я просто катал рейсы утром, и мне в голову пришла эта идея. Почему бы и нет? И я нашел, как бы, из семьи этого пацана, как бы, было много людей, но я спросил, кто будет долго играть, и только два пацана ответила. А я решил выбрать, как бы, Ваню. У него 14-й скилл дальнобойщика. Ну, я так понял, у него особое имущество так и нету. Еще был вариант, вот, Леха Мороз. Блин, за нами тут полиция едет, и мне это вообще не нравится. Мне это вообще не нравится. Пацаны, давайте не мешайте, давайте потом. Вот нахера не мешают просто, блин. Ну, хочу видос записать интересный. И вот эти дурачки вмешиваются просто. Я говорю, не мешайте, пожалуйста. Че вы такие тупые? Ну, ё-моё, делайте. Я же нормально попросил. Че вы не понимаете? У меня фраб защищу идет, ты даже не отыгровку не сделал, дебил. Ты хочешь получить нон-рп, копа? Блин, вот как такие люди бесят просто. Ну, попросил нормально, не мешайте. Ну, просто у меня, типа, звезды есть. Рилл Гайсовый особняк, короче. Короче, я решил поехать снять звезды, потому что, я думаю, нам будут мешать постоянно. И чтобы этого не было, я решил поехать просто за деньги снять звезды, чтобы нам, как бы, никто не мешал. Сейчас я быстренько пойду, заплачу 50 тысяч и всё. И, в принципе, мне никто больше мешать не будет. Потому что, как бы, я хочу это видео записать очень сильно. Поэтому надо, как бы, сделать так, чтобы нас никто не трогал. Просто я не ожидал, что за нами будут мусора даже гоняться. Я не видел, что у меня даже звезды есть, если честно. Но, если не намешает, то, ладно, я сниму звезды. Пусть он мне 50 тысяч даст, я ему, в принципе, верну. Просто я забыл, что бабки положил в банк, и я их не снял. Просто этот розыск надо снять 100%, как бы. Так, ещё раз пробуем избавиться от розыка. Всё, всё, получилось. Так, всё, погнали. Всё, наконец-то, вроде бы, нам никто не мешает. 55, ага, вот, вижу. Вот этот он рейс сказал брать. Так, всё. А, бля, бля, забыл прицеп, сейчас возьму. Так, сейчас быстренько прицеп возьму. Так, цепляем. Всё, теперь он садится за руль. Я сажусь на пассажирку. Засекаем время. Сейчас у нас сколько? 9.34. В 10.34 мы закончим, в принципе, с ним, как бы, наш эксперимент. Что-то немножко он не умеет на нём ездить. Потому что он улетел в кювет. Давай я починю уже. А ты прицеп просто. Чтоб зацепили. Бля, вдруг я же в поворот вообще не вписался. Реально, вообще не вписался. Ты сам подцеплял прицеп просто и выезжай. Я думаю, так быстрее будет. Потому что пока админы ответятся, это будет очень долго. Ну, как бы, это уже зависит от него. Как бы, я ему фуру дал. Как он ездит, это уже зависит от него. В этом я ему уже не помогу. Так, застрял немножко пацан. Ну, как-то надо ему выбираться отсюда. Что-то он вообще не туда поехал. Ну, смотри сам. Тут уже он сам, как бы, решает, как ему ехать и куда. В этом я ему не помогаю. У него что-то ещё пингуют жёстко. Ох, как он жёстко нарушает. Братан, ты же в репорт написал. Сейчас тебя посадят и будет... И будет Габелла. Не, он, в принципе, может поехать. Но, мне кажется, ничего от этого хорошего не получится. Но пацан, конечно, жжёт просто. По беспределу просто едет. Жёстко прям. Жёстко по беспределу реально едет. Моб уже по тропинке, я не знаю, поехал. Пусть съезжает уже, ладно. От этого хуже не будет, я думаю. Всё, в принципе, выехал напрямую. Бля, этот пацан просто, блин, настроение поднимает реально. На красный едет. Вообще похуй просто. Просто похуй. Ну, понятное дело, что красный-то уже его расходы. Смотрите. Пошёл, братной, пошёл, блин. Поехал просто на красный. Погнал, блин. Молодец. Он вообще хотел с прельсом поехать. Типа, нам в это бы надо было ехать. А мы поехали от Карина. Не знаю, либо это я не увидел, либо он не увидел. Ну что ж, дамы и господа. Мы уже подъезжаем. Заканчивается время. Осталась одна минута. И он успевает довести рейс из Бусаева. Ну, точнее, в Бусаева. В портал Бусаева он успел довести рейс. Пока что я вам не буду показывать, сколько он заработал. Но парень реально красавчик. Сначала я думал то, что он такой, знаете, ну, не очень опытный. Но в итоге он, как бы, заработал денежку. Денежку. И ты заработал, сейчас тебе скажу, 507 тысяч. 208 рублей. Что, как ты скажешь? Как тебе понравилось? Свои эмоции расскажи. Вообще не ожидал, что ты вот так скажешь просто мне. То, что поехали, Ваня, сейчас тебе напишу. Сейчас видос и так далее. Просто не ожидал, как раз мне надо было деньги заработать. Эмоции прикольные. Ну, тебе понравилось работать на Магнуме? Очень. Ты до этого в компании, да, работал на Магнуме? Да. Большая разница? Большая разница? Очень. Ну, что ж, говори свой айдишник, я тебе передам твои честно заработанные деньги. Так, сейчас ему денежку отдадим, в принципе. 194-й. Так, отдаем ему все деньги, которые он заработал. Потому что он их заслужил. Он поработал ровно час. Заработал за час 500 тысяч. Ну, реально красавчик просто. Так, и 7208. Все, я тебе передал все деньги, которые ты заработал, в принципе. Как ты думаешь, что если записывать будет вторую часть такого видоса? Еще попробовать. Ну, считаю, да. Но с другим человеком уже. Ну да, с другим кем-то. Я хочу кого-то вообще найти, кто первый раз вообще будет на лягочках работать. Посмотреть на его реакцию просто. Ладно, давай тогда. Спасибо тебе за участие большое. В принципе, тебе хорошо. Делал контент, я тебе сделал деньги. Так что все хорошо. Если вы хотите вторую часть, давайте наберем на это видео 300 лайков. И я запишу еще подобное видео, но уже другим игроком. Поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и не забывайте писать комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok